Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1357. Тема «Разбор выступлений Архимандрита Амвросия Юрасова». Книга 2, вопрос 172. Как приучить ребенка к духовной жизни? Отвечает Амвросий Юрасов. Надо с детства приучать дитя к молитве, к церкви, к службам. Ответ отца Амвросия комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Итак, в каждом ответе как под копирку. Похоже, Юрасов вообще не слышал о происшествии Христа на землю и о Евангелии. Издаются специальные Библии, сокращенные детские особые пособия, как привести людей ко Христу. А Ивановский Архимандрит намертво уперся против евангельского пути и не допускает благодать призывающую и благодать обращающую. «Потому что они Ему не приносят ни гроша. У вас вера в храм, а не в Евангелие». Евангелие от Марка 1.15 «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Деяние 15.7 По долгом рассуждении Петр встал и сказал им «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одних одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Деяние 20.24 «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». 1 Коринфянам 15.1 Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Филиппийцам 1.27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Лука 18.16 «Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Господь нигде ни разу не говорит ни о литургии, ни о храме, хотя все это нужно будет потом, на третьей части. «И все это только потому, что вы сами, господин Юрасов, не имеете истинного евангельского обращения. Начните все сначала. Дайте благодати призывающей коснуться вашего сердца, благодати обращающей смирить вашу гордыню. И тогда только третью часть слов обратите на благодать освящающую, которой вы пытаетесь распоряжаться по своему усмотрению». Настанет грозный день, и скажут нам вожди, исполнены тоски, смятения и печали. Кто знает верный путь, тот выйди и веди, а мы, мы этот путь давно уж потеряли. «И мы сорвем венки с поникших их голов, растопчем светочи, сиявшие веками, воздвигнем вновь ряды страдальческих крестов и насмеемся вновь над нашими богами». 1884 год, НАЦИН.